Очень вкусный суп. И вкусный сыр для гриля. Молочные реки, кисельные берега и сырная рулетка – впервые в Ашмянах проходят события такого масштаба. Фестиваль собрал производители со всего региона. Взрослые дети, политики, общественники, журналисты и артисты – целыми семьями пришли сюда настоящие ценители молочного ассортимента Гродненщины. Очень приятно находиться здесь, потому что всё доступно, всё можно попробовать. И вообще для себя я сегодня открыла, что сыр имеет вкус. Настроение отличное. Всё очень нравится. Очень вкусный сырный суп, очень вкусные сыры. Очень приятно, что такой праздник прошёл у нас в городе. Главным лакомством молочного фестиваля стал как раз сыр. Из-за санкций многие гурманы переживали, что останутся без любимых сортов. Но предприятия Гродненской области не только создали достойные аналоги, но и разработали новые уникальные рецептуры. Предприятие «Молочный мир», к примеру, выпустило сыр для жарки на гриле. Берёте, достаёте с пачки, ставите на мангал или на гриль, он зажаривается. Кушаете с тёплым, а лучше горячим. И можно и надо добавлять его с всякими приправками. Обязательно приправы. Либо можно добавить, и скушать его с цукинием в перчиком, вяленым, либо грушкой. В общем, прекрасный аперитивчик, скажем так, перед шашлыками. Всего «Молочный мир» представил на фестивале пять новинок сыра, аналогов которым в Беларуси нет. Среди них также табаско с перцем и томатами, пикант с гвоздикой, чёрный монах с грецким орехом и кроны с белым трюфелем. Кстати, на этой гастрономической битве он занял первое место. Я отдаю предпочтение молочному миру всегда, потому что я часто посещаю, иногда дегустирую, знаю успехи предприятия, их проблемы. Знаю, откуда берётся это лучшее молоко, какая у них кормовая сырьевая база, как досмотр идёт за их полями, коровами, сепараторами, лабораториями. Это всё на высшем мировом уровне. Голодным на этом празднике никто не остался, да и в целом атмосфера соответствующая. Тематические выставки, игровые площадки, дегустационные павильоны, праздничные фотозоны и сюрпризы от творческих коллективов. Развлечения на любой вкус, как для взрослых, так и для детей. На фестивале прошло и независимое голосование за лучшего производителя. Выбор делали вслепую, опираясь исключительно на вкус. Победители и участники получили награды, а кульминацией большого праздника стал концерт. Елена Бережна, Александр Наумчик, Новости, Гродно+.